Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь игру в прятки. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентон, и сегодня у нас Лего Прятки в Брик Рикс. Привет всем, господа хорошие! Что ж, ребята, городская маскировка продолжается, полицейский ищет нарушителя среди большого количества машин, которые спрятаны в Лего Сити. Его главная задача, конечно же, найти преступника, выявить, где он находится и, собственно, его арестовать. Понял, да? А не стрелять, как ты обычно это делаешь. Да, друзья, в общем, если у вас есть какие-то идеи, доработки, так сказать, данной рубрики, обязательно пишите, мы обязательно вас поддержим. Поэтому, если есть что-то, пишите в комментарии. Да. Короче, была уже одна интересная идея, что полицейский, если находит машину и она ему нравится, он может в неё пересесть. Я, в принципе, солидарен с этой идеей, почему бы и нет, будет у нас такой детектив. Да, ещё была вторая идея, чтобы сделать тайминг. Да, но тайминг, ребят, не подойдёт, потому что даже если делать 5 минут, то получится, что полицейский должен быстро-быстро метаться, искать. И мне кажется, что это немножко будет только хуже сказываться. Так, а что, есть ориентировки-то какая-то? У нас, короче, серая машина, тёмная. Серая, тёмная машина. Да. Вот эту херню я вижу, но она жёлтая под мостом, брат. Надо было её утилизировать. Утилизировать? Ну, сейчас... Когда полицейский утилизирует машину, он освобождает свой ФПС. А, свой ФПС полицейский. Нормально. Да-да-да. В этом плане-то как раз это и делается, потому что, когда слишком много построек в Лего-Сити, то это прям вообще трындец. Трындец, трындец. Если бы тебя сейчас ещё поезд сбил, это было бы эпично. Да не, меня не собьёт, он же проехал. Так, мент-супермен, да, мы помним это. У тебя машина сейчас упадёт. Алё, ты куда подлазь? Дуренька. Это неудачник просто. Дуренька просто. Ладно, едем дальше, как ничего не бывало. Так, окей, ребятки, продолжаются, продолжаются наши прятки. Ребята, я вам не показал, где я нахожусь. Вот оно место. На самом деле, заметить его очень сложно. Если Антоха заметит, он будет красавчик, а так ему придётся попотеть немножко. Мне кажется, что это реально самая крутая нычка в игре. Ну, хотя... Отрицатель на высоте, что ли? Нет, я... Ну, кстати, я не буду отрицать того, что где-то на домах есть машина. Но их нужно высматривать. Я не буду отрицать, что есть на домах где-то здесь есть. Но, тем не менее, если я ставлю машину высокой, я делаю так, чтобы под каким-то определённым углом, с какой-то точки в Лего-Сити её было хорошо видно. Слушай, а серая, да? Серая. Серая, да? Серая. Я понял, серая. А он там какая-то красная стоит прямо на высоте. Она вообще красиво стоит, смотри. Да, она очень красиво. Возвышается. Этому городу нужен новый герой. Не говори только, что я её уже нашёл, брат. Ну, это было бы слишком легко. Да? Слушай, ну, она офигенно здесь стоит. Если бы ты по мосту не ехал, не факт, что ты бы её заметил ещё сдалека. Ну, я же поехал по мосту. Да, да. Отсюда, когда по прямой едешь, колёсико чуть-чуть видно только. То есть чисто если только на внимательность такая, знаешь, машинка. Так, ладно, минус три машины уже. Ну да. Мен делает успехи, красавчик. А прошло всего три минуты. О-о-о-о, господи. Ты чё с тобой? Да-да. Наркоман, что ли? А, ну я понял. Он не наркоман, он супермен, да. Я супермен. Так, ладно, удалили три машины, в общем. У-ху. Суицидник. Не, супермен. Как он это делает, господи? Так, что у нас по карте? У нас осталось, ребята, четыре машины, между прочим. Да. Чё? Осталось четыре машины. Как ты её увидел ещё? Я думал её не видно. А, ну да, блин, я не туда её поставил. Она прям палевная. Я хотел её поставить так, чтобы её не было видно спереди, то есть по дороге, когда ешь, а было видно только сдалека. Ага. Но я немножко, короче, совсем обманул, я понял. Так это чё, та машина? Нет. А чё ты тогда распинаешься, сидишь? Я думал, я тебя уже нашёл. Ой, мало чё ты думал. Преступник спрятался очень хорошо. Ага. Если ты даже найдёшь все остальные машины в городе, его найти нужно будет постараться. Я понял. Это реально, это самая секретная нычка в прятках, наверное. Такого ещё ни у кого не было. И, в принципе, додуматься до этого было, мне кажется, довольно-таки сложно. Ой, всё, хорош, хорош уже там вот это вот. Я нахваливаю, я нахваливаю её. Это охеренная нычка, я поэтому её нахваливаю. Да, да, да. Охеренная нычка. Сука, как ты сюда повернул? Зачем ты сюда поехал вообще? Зачем ты сюда поехал вообще? Нет, твою мать. Падла, ты не должен был заворачивать там право. И покер, что я сюда уже тачки ставил. Я не ставил туда тачки. Господи, боже мой. Я ставил туда тачку ставил, что ты врешь? Я ставил тачку, только не свою, а левую бы. И ты находил её здесь. Я не помню. Да. Но самое интересное, что тёмная машина. Ты бы её не заметил здесь, если бы мимо проехал. Чё ты на правоту поехал? Я бы по-любому сюда посмотрел бы. Эх ты жопа. Посмотрите на его смайлик угорающий. Сидел там нахваливаю. Да она реально охеренная нычка. Если тёмную машину сделать, её не видно там. Абсолютно. Хэштег Юрыч топ. Юрыч и так топ. Только гейминг не забудьте. А как ты сюда на правду завернул-то? Чё ты забыл-то? Чё как? Чё ты на правду поехал? Чё ты там забыл? В смысле? Ну я посмотреть нычку эту. Какая жопа, а? А я думаю, блин, самый эпик, самая секретная нычка хер там. Да-да. Залам алейкум, брат. Знаешь чё? Чё? На тебе. Да чё, на тебе. Да отвали от меня. Всё, вот так вот жопа моя горит примерно от этого происходящего. Короче, ребята, ладно, полицейский нас нашёл. При этом он, получается, не нашёл ещё две машины, которые довольно-таки интересно стоят. То есть я вам покажу их. Вот первая. А вторая где-то здесь тоже. Где первая? Я не помню, где вторая. Короче, потом найдёшь в следующий раз. Я их туда же поставлю. Ладно, ребята, меняемся местами. И я буду сейчас в роли полицейского. Поехали. Ну что ж, ребята, как всегда, детектив полиции Юроч готов найти преступника, который стоит прямо передо мной. Всё, я его нашёл. Да. Я уже здесь, брат. Бебе! Отвали от меня, мент сраный. Короче, давай мне наводку иди прячься, а я, короче, подрифтил в Лего Сити. Да, я, в общем-то, ребятки, в принципе, не знал, куда лучше мне спрятаться, потому что, в принципе, места есть неплохие, да. Вы сами это прекрасно видите. Даже вот здесь есть машина, друзья. Вот здесь вот, да. В общем-то, ну, выбрал я вот это место. Такая, в общем, тема, что я посмотрел со всех ракурсов, вроде как её не видно, но это не точно. В общем-то, машина чёрная. Чёрная машина, я понял. Да, чёрная машина. Ты что, под мостом смотришь? Да. Вот, зараза. Обязательно. Чёрная, короче, все дела. В общем, давай, приступай к поиску. Если вдруг ты не будешь справляться, то я тебе ещё скажу подсказку какую-нибудь. Если ты сказал, что машину, в принципе, видно, я как минимум нашёл уже две машины. Так, сначала я опущу вот эту. Бугать! Нихера себе! Я хочу себе бугать! Всё, я продаю свою полицейскую шкуру и катаюсь на Бугате. Давай, давай, давай. Ну-ка, иди вниз. Иди-ка к папочке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что за бугатьки там? Иди-ка к баточке, к батичке. Я кайфую. Всё, я меняю. Я пользуюсь предложкой подписчиков. Я меняю машину, ничего не знаю. Предложки подписчиков, говорит. Господи, какая она шикарная. Всё, я уйду из полиции. Ищи себя сам. Слышь, мент сраный, ты что тачку мою угнал? Говно. Говно, говорит. Застряло. Офигеть, она просто тро-ро-ро-рывёт. Ребята, лайкос за Бугате. Ой, разбился. Я чувствую, что Бугате надо менять. Господи, она не ездит по этим, по бордюрам, я понял. Ладно, я, короче, меняю туда Бугате. И выбираю туда вот этот Порш или что это, я не знаю. Её, по-моему, а что тут две машины сразу же? Слушай, какой хера ты такой глазастый стал, а? В смысле не? Ты на какой камере летал, что ты её сразу спалил, эту машину взял? Да я не её спалил, если честно. Я спалил вот эту. Так вот эту чёрную ты испалил? Каким образом? А где она? Вот тут машина стояла, алё. Где она? Вот она, вот она. Серьёзно? Так я вот здесь ехал, смотри. Вот здесь вот ехал, где я проезжал, и всё, и тебя видно с этой стороны прям хорошо. Как хера ты вообще с этой стороны поехал? Писюду делал. Полицейская чуйка, которая работает. Господи, я все стороны просмотрел, блять, ну. Смотри, как раз вот угол. Вот оттуда я тебя увидел. Товарищ, вылазите. Это жопа, да. Вылазите, товарищ. Ну, я просто даже понятия не мог иметь, что ты вот здесь именно поедешь. Слушай, так как серия получилась довольно-таки быстрая, то есть я тебя легко нашёл, давай пересядь из этой машины в другую машину, которую я ещё не нашёл, и я тебя попробую найти там. Потому что, ну, блин, на самом деле... Да, смысл, там места такие все открытые. А иначе у нас на серию не хватит. Хе-хе-хе. Ну, не знаю, где здесь. Ну, давай сел, например, сюда. Антоха обиделся. Да нет, ничего там бил. Я просто, блять, как-то посмотрел. Просто я не ожидал, что ты с этой именно стороны поедешь. Так я тоже не ожидал. Хе-хе. Ну, видишь, как получилось хорошо. Так, ну ладно, ребята. Тем не менее, мне зачтётся всё. Медали хорошего копа. Слушай, охеренская лампа. Да. Господи. Она шикарная, она быстрая, 200 км. Мечта любого детектива. Правда, она опять низкая, господи. Где ты себе машины берёшь? Да. Так я специально низкую искал туда, чтобы она влезла нормально. Так. По крайней мере, я тебя пока здесь не вижу. В этом районе нет, вижу. Вижу какую-то синюю машинку. Троллим, троллим мента, ёпси. Господи. Ой, я ещё зелёную нашёл, пока не супал. Слышь? Вот каким образом ты туда сейчас упал, офис. Алё. Я думал, ты у меня сидишь. Не, я в твоей си сижу. Господи. Вот вы видели, да, вот этого хитрого засранца? Падает, короче, специально в то место, где тачки стоят, на. Там он поехал специально, здесь он поехал. Слушай, может, и инфу кто-то сливает, а? Да-да-да. Он на свои источники. Вот, вот, я тоже так думаю. Так, и сколько машин осталось в итоге? Ну, было семь, сколько ты нашёл? Раз, два, три, четыре, пять. Значит, две ещё где-то. Так, ну, я их найду. Самое интересное, что ты в ней не был, да? Ну да, меня-то ты не нашёл. Или ты в ней был? Да, две тачки осталось всего. Так, окей. Ну, это очень интересно, на самом деле, получилось. Это реально, это либо чурка, либо фарт. Бывают дни, когда везёт ментам. Бывают дни, когда везёт преступникам. Всё очень просто. Не, ну, слушай, на такой тачке патрулировать город прям вообще. Прям-прям-прям-прям. Давай-давай, патрулируй. Хорошо? Патрулет, мать его. Патрулет. Господи, колесо отлетело. Так, я бессмертие включу на эту машину, иначе, короче, оно не ездит. Так, окей. Где же ты? Где же ты? Где же ты? Ну, это вообще изи было, на самом деле. Потому что я сюда машины сам как бы ставлю часто. Слушай, охеренная тачка тоже. А она только что дёрнулась. Ты что, из неё пересел, что ли? А, жопа? Чёрная? Чёрная? Она дёрнулась так что. Дёрнулась? Она больная, пусная. Больная? Слушай, она офигенски тоже смотрится, офигенная тачка. Ты посмотри, какой преступник мажором. Короче, походу, у всех тачек понаворовал и попрятал везде, где можно. Да-да-да, я такой. Ну, смотри, какой. Хитражопый мент. Хитражопенький. Ладно, давай последнюю тачку ещё. Если честно, я вот в этой зелёной и сидел. Ну, я видел, что она как-то дёрнулась, подозрительная. Ну, эти тачки я как бы сильно ты не прятал толком. Ну, да. Блин. Лего сити становится маленький. Я думаю, что, возможно, мы попробуем попрятаться потом где-нибудь ещё. Вот только где-то, большой вопрос. Холодно, поехал. Чё, опять в этом? В центрифуге тебя искать? Ты чё смеёшься? Да, что ли? Чё, серьёзно? Центрифуга моя любимая вещь. Понятно всё. Короче, ну, у нас сегодня нереально фортовый мент попался. Просто разоблачил сразу все дела в районе. Причём два мента фортовые. Ну, да, кстати. Ну, ты ехал-то, блин, падла, не туда. Умри. Там, да, тоже поиск был недлинный. Ну, у тебя, конечно, короче был, но, блин. Там просто тебе чисто поезло, что ты поехал. Ну, там повезло. Там по той дороге, по которой никогда мы не ездили. Ну, как? Я ездил, бывал. Да не ездил ты по этой дороге. Ты ездил всегда в объезд, вот, по левой стороне, по главной дороге. А тут ты поехал в Телезварык сразу. У меня бабушка там живёт. Да, иди ты на герой. Что ж, ребята, вот такая городская маскировка. Вы сами прекрасно всё видели. Серия получилась довольно-таки интересная, забавная. Если вам понравилось, то ставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал. Да, ребятки, всем пока-пока. До скорой встречи.